Здравствуйте, друзья! Сразу поблагодарю автора, который прислал нам этот ролик. И в свою очередь сообщу вам, точнее напомню, что Банк Русский Стандарт, по моему мнению, занимает лидирующие позиции, скажем так, в вероятности, нечестности, обмане и желании поживиться. Вот сейчас этот ролик обо всем, скажем так, прям в очередной раз расскажет. Ну, а я с вашего разрешения буду добавлять кое-какие комментарии ко всему происходящему, чтобы вы сразу, что называется, ориентировались на местности, те особенно, кто недавно на нашем канале. Итак, поехали. Банк Русский Стандарт и добрый-предобрый, но строгий голос сотрудника банка. Алло, алло, сорвалось. Николай Игоревич, добрый день. Здравствуйте. Это юридический отдел Борисский Стандарт. Николай Игоревич, минутку времени уделите. Значит, смотрите, у вас есть карта, да, в нашем банке. Ранее там вам предлагали реструктуризацию. Вот, но вы отказались, да, от нее? По какой причине там, процентную ставку или что? Реструктуризация по чему-то причине отказалась? Да, да, да. А смысл в ней есть вообще? Ну, как смысл? Ну, вот ранее была у вас процентная ставка вообще. Ну, ко мне приезжал ваш представитель, начнем с этого, да, со мной общался. Ага, когда это было? Вот, да, это где-то месяца два назад уже было. Ага. Вот, приезжал ко мне пообщаться, только реструктуризацию там говорим и так далее. Я ему объяснил уже, что меня в вашем банке именно это, ну, обманули. Ага. Поэтому вопрос нужно решать уже через суд, а не через реструктуризацию эту вашу. А в чем обманули там? Ну, карту нагрели или что? Ну, я когда приходил брать кредит, мне нужно было обычный потребительский кредит, то есть, да, наличка. Ага. Ваша тетенька там мне объяснила, что это то же самое, когда сказала, что только карту могут мне оформить. Ага. Вот, расписала у меня даже, там есть у меня бумажка, как она расписала мне все мои платежи на срок издавания, там, по-моему, два с половиной года. Я слышал, что я их все выплачиваю, там, платишь по пять тысяч каждый месяц. Все выплачиваю и все. То есть, вот за этот срок у меня весь дом закрывается. Да. Друзья, вот ситуация под копирку, как и у меня была в моем случае. Я для тех, кто недавно на нашем канале, объясню, я как бы не всю жизнь занимался кредитами, до этого, живя в городе Владивосток, я 40 лет во Владивостоке прожил, таможней занимался, тоже, как говорится, совершенно другое направление юридическое, ну, просто небо и земля, да, по сравнению с кредитными делами. И как все нормальные люди тоже пользовался кредитом, вот у меня была похожая ситуация, у меня был автокредит, да, до этого я его выплатил, пришел за наличкой, ну, так думаю, что вот, все, автокредит. У меня, у моей жены, мы брали автомобиль, там, два автомобиля, все, подосрочно выплатили, как говорится, пришли, я пришел налички взять. И вот то же самое, так называемая карта банк в кармане, вот то же самое мне рассказывали, и у меня вот на фоне вот этой карты возникли, вот как раз, когда я согласился с этой картой, и тоже изо всех сил пытался там что-то с ней делать, они мне сегодня одну сумму называют, по остатку завтра другую, банкомат баланс выдает еще одну какую-то сумму, то там добавляют денег, то им кладешь, сумма никак не отражается. Одним словом, такой круговорот, как говорится, был, что я, ну, опешил там от этого всего в свое время, ну, и как раз-таки это совпало с тем, что, в общем, как бы мне пришлось начать разбираться, потому что бизнес таможенный, скажем так, подскиз, ну, по известным всем причинам, и я начал там уже вникать в другое направление. И вот, когда я разобрался, я обалдел. Естественно, банк «Русский стандарт» был в числе первых, кому, с кем я, как говорится, распрощался. На тот момент на карте было 200 тысяч, когда я ее брал, я имею в виду, положительный баланс был 200 тысяч, по моим скромным подсчетам я туда запихал 280, я оставался должен, ну, вот, разговоры послушайте, кому интересно про мои истории там есть, они мне уже навязывали, по-моему, если мне память не изменяет, там, чуть ли не 600 тысяч я должен. Ну, вот, примерно та же история у человека, это все, вот, обратите на интонацию вот этого угуколчика, угу, угу, для него то, что в банке обманули клиента, это угу, да, 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 ну, типа, еще давай, да, 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 я знаю, да, да, я знаком с этой ситуацией, вот так вот этого только не хватает. Меня обманули в вашем банке, тетечка, угу, угу, ну, все нормально, угу, ну, давайте послушаем дальше, интереснее еще. А в итоге получается, что потом-то я уже узнал, когда начал изучать все это дело, читать, что такое еще, карты эти, кредиты, и только я вносил туда вот эти измельченные платежки, только в вашей пене штрафы там и так далее оплачивали, угу, то есть сумма основного долга никак не гасила. Я понял, вот. В итоге получается, я 75 тысяч уже отдал из 100 взятых, угу, причем при снятии из банкомата 5 тысяч я потерял. Алло, алло, что-то со связью, да, я понял, 75 вы отдали из 100 взятых, правильно вас понял? Да, 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 я говорю, плюс при снятии Петерину 5 тысяч там потерял в банкомате, вот, то есть 95 я всего наркотик получил, 75 из них отдал, сейчас 148 вы хотите? Я говорю, это как минимум незаконно. Ну, мне вот так озвучили тул. 126. А, 126, да, это мне ваш представитель уже потом озвучил, что он может там снять какие-то там пене. Я понял, Николай Иванович, ну, смотрите, я вас услышал, ваши, да, как бы там возмущения там все, ну, во-первых, да, вот, когда вы брали эту карту, ну, взрослый человек, надо было сначала все как бы почитать, потом уже как бы соглашаться, это первое. Второе, да, вот, я не требую, чтобы вы меня правильно поняли, да, вот, чтобы вы сейчас там делали то ли структуризацию, еще что-нибудь. Вы брали эту карту под процентную ставку 43%, ну, это очень большая процентная ставка, согласен, да, но вы ее брали. То есть, даже если с учетом того, что вы взяли там 100 тысяч, 95, да, выплатили 75, ну, вот, посчитайте, как бы, ну, взрослый человек, да, если под 43% ставку сделать, ну, как минимум, вы примерно столько же еще должны. Потому что это же не беспроцентный кредит. Это второе. И третье, смотрите, сейчас вот насчет суда, да, банк на основании, да, федерального закона номер 230, который вступил в силу 1 января, ну, сейчас в праве не подавать в суд. Слышите, что несет на основании 230-го федерального закона банк праве не подавать в суд? Да, это право у банка никто никогда не отнимал, а уж 230-й федеральный закон, который регулирует вообще алгоритм взаимодействия коллекторов банков и микрофинансовых организаций при общении с должником в формате взыскания за должность, вообще об этом ни слова не говорит с точки зрения того, что может не подавать до банки, и так могли не подавать, да, то есть вот этими методами там запугивания, которые мы сейчас дальше услышим, могли, собственно говоря, действовать, давя там на психику. Другое дело, что им четко там указано в этом 230-м федеральном законе, сейчас не помню четко какая статья, что нельзя оказывать психологическое давление и сообщать даже в какой-то доле вероятности о, собственно, о событиях, которые никогда не могут произойти. И вот этот вот хмырь, да, упомянув закон, тут же сейчас вы это услышите, начнет, будет, собственно, его со всем рвением нарушать, то есть будет сейчас пугать человека уголовными статьями. А я сразу вперед забегая скажу, что реализовать формат уголовного преследования в гражданско-правовых отношениях, в частности, вот в договорных отношениях между банком и физическим лицом, именно в кредитных, ну нереально. Я всегда говорил, чтобы уголовную статью инициировать, нужно сначала следственные мероприятия, собственно говоря, тоже инициировать, ну и, конечно же, кто этим будет заниматься, отдельная история, следователь вообще этим должен заниматься, а где состав преступления, где умысел, в конце концов, и он тут будет упоминать статьи, а я про них вам расскажу. Ну, давайте слушать дальше. То есть он может также инициировать, ну это наша служба безопасности, просто ваш документ сейчас находится на проверке службы безопасности. Они готовят исковое заявление, да, уже передаются, будут в оба, ну, по двум статьям, там 177-я, по-моему, и 165-я. Ну что, друзья, оба отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Звучит круто. Человек взял кредит, 100 тысяч, из них 75 отдал. Итак, поехали, 165-ю статью, с конца начнем. Что же там написано в 165-й статье? В каком случае наступает уголовная ответственность за преступление, предусмотренное статьей 165 УК РФ? Вообще, в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием, при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере от 250 тысяч. Ну ладно, хорошо, даже это опустим. Данная статья, кстати говоря, Уголовного кодекса, подчеркну, Уголовного кодекса Российской Федерации, применяется при отсутствии признаков мошенничества. Мошенничество, понимаете, мошенничество, это 159-я статья, его нужно доказывать, именно умысел доказывать, как минимум найти несколько свидетелей, хотя бы двоих, которые, скажем так, дадут показания и подтвердят, что человек, в общем-то, собирался, беря кредит, да, вот он приходит брать кредит, но перед этим, как минимум с двумя, он обсудил, что не будет вообще его отдавать, в этом же случае мы смотрим, что человек отдал большую половину, то есть не было никакого умысла, видимо, какие-то другие обстоятельства сложились так, что он не платит. Ну и что еще можно в этом отношении говорить? Ну, как правило, это выражается в том, что ущерб причиняется не в виде утраты имущества, а в виде неполученных доходов, упущенной выгоды, и что характерно, в частности, по статье 165 квалифицируется получение путем обмана услуг телефонной связи, доступа к сети интернет с использованием чужого пароля или логина. Вот это вот такое мошенничество, транспортных иных услуг, уклонение от оплаты электроэнергии, то есть вы пользовались электроэнергией, но каким-то образом схитрили, и не просто тупо вот не платите ее по каким-то там финансовым причинам, а вот пытаетесь сделать так, что это не вы, как будто тратили эту энергию, да. Поселение постояльца в гостиницу без должного оформления, допустим, можно привезти, да, то есть консьерж там или кто-нибудь, да, администратор это может сделать вот так вот, и здесь может это работать. Присоединение при этом денежных средств, полученных работником, наделенным полномочием получать плату, рассматриваться в качестве хищения этих денег и квалифицироваться вообще по 160-й статье. А вот применение 165-й возможно в иных ситуациях, например, ну даже при злоупотреблении опекунов и иных представителей, ну понимаете, да, когда от имени опекаемого лица там какие-то действия осуществляются. Вот, и самое интересное, да, существует вот эта вот статья, подразумевает отсутствие обязанности печься о чужих интересах, то есть человек не должен задумываться о чужих интересах в рамках вот этих всех отношений, что исключает признание содеянного в качестве злоупотребления доверием, в смысле статьи 165, поэтому нельзя квалифицировать эту статью, например, к примеру невозврат долга, хотя предоставление кредита или займы предполагает доверие, но это доверие совсем другого рода, и здесь как раз-таки банкиры вправе инициировать 159-ю статью, но опять же, нужно провести следственные мероприятия, нужно доказать умысел, нужно найти двух свидетелей и нужно иметь факт полной неоплаты данного конкретного долга, что в нашем с вами случае нереально. Теперь переходим к 177-й статье, что же она нам говорит? И здесь я изначально сразу хочу поставить акцент. Друзья, очень многие статьи в формате заголовка звучат очень страшно, но я всегда призывал, углубляемся, читаем досконально, изучаем вопрос, и все страхи пропадут, как будто их и не было. Итак, поехали, 177-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, и звучит она так, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Представляете, какая-то бабушка, пенсионеры, ей вот про эту статью говорят, что ее внук вот по такой статье будет привлечен. Все истерика, последняя пенсия, все-все-все идет и несется в банк за своего сынишку или внученка там, и все такое, а внук и знать не знает о ситуации, в итоге банкиры получили то, что хотели. А теперь давайте поглубже, как говорится, окунемся в эту статью, злостное, тут выделено злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу, внимание, соответствующего судебного акта. Итак, злостное уклонение после вынесения судом решения о признании долга. Итак, еще раз вникаем в ситуацию, кто может констатировать это самое злостное уклонение? Кто? Кто взыскивает долги после решения суда? Само собой, официальное право законное имеет на это только лишь судебный пристав. И именно судебный пристав может инициировать вот эту вот статью, 177-ю. Вы спросите у любого юриста статус этой статьи. Так вот, 177-я статья, друзья мои, у юристов зовется мертвой статьей. По ней нет ни одного приговора. Поверьте, судебные приставы очень-очень сильно заняты, если это можно так назвать. А если говорить своим языком, у них столько, у них столько работы выше крыши, чем, что должно заставить судебного пристава возбуждать уголовное дело против незнакомого человека, которого он знать не знает. С этого он однозначно ничего не получит, никаких премий, добавок, а создать себе, извините за выражение, дополнительный геморрой. И таких должников у него вагон и маленькая тележка. С какого такого великого праздника судебный пристав вдруг начнет еще и следственные мероприятия инициировать, писать заявление от своего имени. А именно он будет являться пострадавшей стороной, потому что его требования не выполняются. Ему пофиг. Он проведет стандартные мероприятия и все. Итак, чем наказывается? Наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Либо обязательными работами. Ну и, конечно же, здесь существуют уже поправочки, что это статья применима, когда у человека долг, по-моему, сейчас уже увеличили до 2,5 миллионов, от, точнее, 2,5 миллионов, еще раз повторю, признанных судом. До суда эта статья нереализуема и никто ей заниматься не будет. А вот напугать, вот таким вот мимоходом сказанным, если вы сейчас послушаете вот этот кусочек, где он там сказал, сейчас услышите. Она вообще мимоходом так, вроде так ляпнул, это для него не важно было, но по большому счету это ключевой момент, это такой, знаете, такой резкий укол, незаметный. Человек вроде как бы сказал это просто так, на лету, а в надежде на то, что оппонент задумается и испугается, услышав вот эту вот ерунду. На мой взгляд, не на мой взгляд, а вообще категорически вам гарантирую, это полная ересь. Итак, давайте слушаем дальше развитие событий. Вот, я звоню вам вот по какому вопросу, да, ну я понимаю, да, что вы когда брали там ее там 3 года назад, вас там кто-то, я обманул, не обманул, я звоню вот по какому вопросу. Просто я понимаю, что да, есть реструктуризация, это опять же процентная ставка, есть ли сейчас вот с 1 сентября беспроцентная расширка платежей. То есть, если как бы вас эти условия устраивают, да, вот у вас, допустим, общий долг остался 126 507 рублей 60 копеек, ну это за минусом, как вы говорите, штрафы, пенни там, которые набежали, да, за то, что все это время, когда вы не платили. Потому что исключительное требование, да, вам было выставлено еще 25 августа 2016 года, то есть год назад. А, да, 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 ну я же не просто так же звоню вам, просто набрал как бы, я же посмотрел все ваши деньги. Потому что, да, всего что, с 1 год, ну как бы, приеду. То есть, если у вас вариант устраивает рассрочка, да, мы можем вам оформить беспроцентную рассрочку платежей. Если вам, но, опять же скажу, если вы делаете рассрочку, у вас кредитное строение от этого не улучшится. Ну, мало ли, может быть, в будущем вы захотите взять кредит денег в какой-нибудь банке. Я не имею сейчас в виду эти микрозаймы, да, но я думаю, вы благоразумный человек, вы там не будете брать деньги. Ну, микрозаймы, знаете, да, что это такое, там, узкие деньги, быстро деньги, там, 700 процентов годовых. Если вы делаете реструктуризацию, да, реструктуризацию, то ваш кредитное строение обнуляется. То есть, вы после оформления этого документа, вот, можете пользоваться кредитом, ну, брать кредитом в любом банке Российской Федерации. То есть, вам принимать решение, да, мне от вас что сейчас нужно? Если вы готовы на рассрочку, ну, вот, допустим, вот, 126, 507, да, ну, допустим, если вы месячные, вы будете выплачивать по 10 тысяч, ну, условно говоря, да. Не-не-не-не, можете дальше не продолжать, здесь видите, в чем ситуация-то, я же уже вам сказал. Я не считаю, что я столько должен, вы понимаете, нет? Даже вот эти 126 тысяч я вам не намерен отдавать, понимаете? Нет, да мне абсолютно не надо ни копейки вашей, я сейчас слышу, понял ли, почему я вам совершаю звонок? Банку предлагаю уже идти в суд, и там мы с ним уже поговорим, и решим, сколько я вам на самом деле должен. Хорошо, но если вы вот недовольны, да, тем, что там, ну, вам навязывали эти деньги, да, там, а почему вы сами не подадите в суд туда? Нет, мне зачем. Я себя неплохо чувствую. А, я понял, хорошо, а подскажите, прописка у вас опять? У вас же там все есть, все написано. Ну, я просто это сам уточню, а там что, девиза еще существует ракетная? Ну, есть такое дело. Я понял, да, я служил просто там. Вот, да, в 99-м. Вот, так, 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 ну, я понял, то есть вы не намерены решать вопрос, да, банком? Реструктуризацию? Не, не буду. Причем? Это еще лишняя кабала, новые документы подписывать, то есть это, получается, новый договор? Нет, да я вам реструктуризацию не предлагаю, я же вам объяснил. Да даже на сроке, если брать, это опять новая, правильно, будет бумажа? Почему новая? Нет. А почему на словах? Почему на словах? Договор остается тот же. Расчет график платежей будет распечатан, то есть вы там сами можете посмотреть, увидеть, что никаких там, как в прошлый раз, вот вы говорите. Мне в прошлый раз тоже распечатали график платежей, видите, как получилось. Что-то как-то доверие нет теперь. Ну, это, я понимаю, но это беспроцентная рассрочка, то есть она доступна с 1 сентября. Ладно, я вас понял. Друзья, вот на мой взгляд сейчас будет самый веселый момент. Своем развернулся, наверное, на 180 градусов. И так, внимание, очень весело. Значит, вот это вот мой номер телефона. Значит, смотрите, документы сегодня, ну, на проверку уже передали в службу безопасности нашу. Ну, я думаю, что завтра они будут уже передавать в полицию, как бы, по двум статьям. Ну, предварительно 177-я, 165-я. А вы юрист, нет? В откуда звоните? Нет, я с юридического отдела, да, звоните. С юридического отдела, но не юрид, да? Угу. А так он и знаете, или? Нет. Все, я учил. Так, я вас понял, не словите. Учили, да, уголовку не приписать хотите? Причем тут уголовку приписать? Не, ну, вы говорите, вы хотите упадет. Уголовные статьи какие-то мне там приписали. Я говорю, документы находятся в проверке службы безопасности. А что будет дальше, я не знаю, но суд банкный подавать не будет. А почему? А почему? Сейчас же это же цивилизованные решения, в чем делается, законные решения. Ну, это же вы, нет, правительство. Но вы же не довольны, это же вы недовольны, правильно, тем, что... Недовольны, да, да. Я, по своей стране, уже удовольствую и прекратил, да, платежи, ограничиваю пока. Довы из нее стоят. Банк со мной не хочет решать так вопрос, он себе приходил в отдел. Мне сказали про эту вашу проблему, что вы там не знали и так далее. Ну, не хотите так решать, значит, давайте через суд цивилизованно все решим. Ну, нет, я ваше желание озвучу, я сейчас пометку сделаю, что вы готовы как бы идти на контакт только при... Да, да, да. ...при передаче документов в суд. Я ваше желание... То есть, добровольно буду оплачивать через судебный плюс. Я вас понял. Все как положено. Все хорошо, с вами свяжемся, да, ожидайте. Все, до свидания. До свидания. Ну что, друзья, полная, безоговорочная победа. Аплодирую, что называется, стоя. Автору огромное спасибо. А вы как считаете, как вы думаете? Напишите в комментариях, надо ли вообще платить в банк вот при их таких вот методах позорных, рассчитанных на незнание, на страх. На самом деле ничего же сложного. Человек, по большому счету, в совершенно другом направлении живет. То есть, юридически, ну, я извиняюсь за этот термин, неграмотный, то есть, некомпетентный. Только вот немножечко по верхам прошел, и уже этого хватило, чтобы чувствовать себя комфортно и разговаривать с этими упырями, без дрожи в голосе, спокойно реагируя на их вот эти вот бесполезные, беспонтовые угрозы. Друзья мои, я призываю любого и каждого, включайте мозги, пожалуйста. Не надо обращаться к юристам даже, понимаете, антиреклама. Но я за то, чтобы вы были во всеоружии. И даже вот так вот можно, спокойно успокоившись, да, про, скажем так, просидев на нашем канале хотя бы месяц, подписывайтесь на канал, кто этого не сделал, успокоиться, разобраться, а там уже, конечно же, ну, тут я уже отрекламирую свою компанию, компанию Алям. Надо, да, помимо того, что просто так с ними беседовать спокойно. И вот когда вы успокоитесь, придет то самое время, когда нужно документально свою позицию гражданскую зафиксировать в том самом, как говорит сейчас автор, в правовом поле. И мы для вас сделаем то, что умеем делать на высший балл. Как мы что сделаем, можете посмотреть на нашем сайте видео. Выложен алгоритм работы кредитных юристов компании Алям. Ссылочка на наш сайт есть в описании ролика. И также, кстати говоря, для вашего удобства, в правом верхнем углу видеотрансляции выходит кликабельная подсказочка. Пожалуйста, посмотрите видео на нашем сайте. Если вас все устраивает, ставьте заявочку в форме и ждите звонка нашего специалиста. Мы вам позвоним в рабочее время, кроме субботы-воскресенья, по московскому часовому поясу. Запишите номер телефона, который на сайте указан. Мы именно с него и будем вам звонить. И хватит бояться. Нужно принимать то самое правильное решение, а не то решение, которое вам навязывают вот эти вот бессовестные банкиры, не знающие законов. И как только, как вы успели убедиться, им начинаешь что-то грамотно противопоставлять, они начинают троить, плавать в собственной вот этой болтовне и не могут сориентироваться. Еще раз повторю, если не подписались на наш канал, подписывайтесь срочно и получайте доказательства моих слов. Ну а те, кто давно с нами, я вам благодарен в очередной раз за то, что дослушали этот ролик. Еще раз повторю, пишите комментарии, лайки ставьте, делитесь в соцсетях, на других каналах этот ролик выкладывайте, если хотите, я имею в виду, делитесь ссылкой на серьезных каналах. Сейчас вот эта вот волна идет борьбы с Тиньковым, банкротится банк, Бинбанк, открытие обанкротился тоже, а до этого они были все такие праведные и тому подобное, и все мы плохие граждане, а вот они такие, все нам дали денег. И в итоге сами ничего не стоят с точки зрения порядочности. Ну ладно, это эмоции. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Аля. Всего вам доброго, друзья. До свидания.